26 апреля в нашей стране отмечается важная дата – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Со скорбью принято вспоминать страшную техногенную катастрофу, которая произошла 36 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции. В атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Население Чернобыля подверглось облучению более мощному, чем жители Хиросимы после взрыва атомной бомбы в 1945-м. Выразили уважение людям, которые лично столкнулись с той страшной трагедией и в городском округе Щелково. От партии «Единая Россия» и лично депутатам Московской областной думы Владимира Шапкина жителям округа, участвовавшим в ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС, вручили подарки. Это история нашей страны, трагические странички. И Чернобыльская АЭС, и авария на Чернобыльской АЭС затронула целое поколение наших людей. И последствия, которые сегодня еще сказываются на той территории, где она произошла, на тех людях, которые сегодня живут, в том числе и у нас, в городском округе Щелково, Конечно, мы не можем забывать, по той простой причине, что исторический опыт, его всегда нужно анализировать и использовать в практике работы, чтобы такого больше не случилось. 7601 человек было призвано с Щелковского района. Значит, все они проходили срочную службу по своей специальности – химики. Мы их через трое суток, так сказать, вот первый батальон, уже встречали в Чернобыле. То есть их призвали, они были готовы участвовать в ликвидации аварии. Из 7601 человека живых осталось 83. Также в ходе встречи участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, проживающие в нашем городском округе, обсудили с депутатом волнующие их вопросы, которые парламентарий, в свою очередь, пообещал помочь решить. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.